Оказываясь в первом микрорайоне, понимаешь сразу, жизнь здесь бурлит, особенно по ночам. Это 31-й дом и только в нём одном – четыре пивных заведения. Ещё три расположились рядом, до них, что называется, рукой подать. Здесь вот идёшь с Домбыта, там, конечно, по утрам на работу идёшь, там и бычки, и всё, и в туалет всё тут ходит, и народу бывает утром. То, что посетители в этих алкоточках – гости частые, видно невооружённым глазом. Да и зазывная реклама даёт о себе знать. Мы открылись, свежее разливное, 30 сортов по выгодной цене, рыбные и мясные деликатесы, кружки пенного. Одним словом, не зайти невозможно. Вот и заходят. Причём зачастую местная молодёжь. По Лозо. Там павильон Светлана, рядом пигнушка. Тоже как бы постоянно там молодёжь собирается, постоянно орут, постоянно визжат, постоянно шум среди ночи. В других городах как-то, вот я была в Барнауле, там вообще, ну, нету даже пивнушек. А здесь вообще много. Вот у нас на острове, вообще в каждом доме, наверное, пивнушки есть. Конечно, нас это не устраивает, и это очень плохо. Молодёжь, вот они идут, даже парни молодые, они идут с бутылкой пива. Геннадий Макеев несколько лет жил в этом доме. Вспоминает, на месте одной из пивных точек когда-то была пиццерия. Однако запахи свежей выпечки прохожих не привлекали. Бизнес оказался нерентабельным и вскоре вовсе перестал существовать. Жил вот в этом вот доме, вот квартира моя бывшая. Когда жил, здесь не было вот этих пивнушек. Ну и слава богу, что вовремя я продал эту квартиру. Сейчас здесь жить, ну, кажется, мне невозможно, потому что такое количество пивных, и это же народу, это же, тем более, до 11, допоздна работают. Здесь скопление людей, это окна не открыть, это же шумно. Да и, скорее всего, и гадят здесь, мусор. Ну, в общем, я молю бога, что я вовремя продал эту квартиру, и теперь не вижу всего этого бардака, который здесь приходит. Проблему огромного количества алкогольных точек в краевой столице поднимали многие. Чиновники, блогеры, журналисты, общественники. Законодательное собрание Забайкальского края в июле этого года одобрило законопроект, ужесточающий требования к точкам общепита, реализующим алкоголь в жилых домах или прилегающих к ним территориям. Константин Короселев надеется, шаги в этом направлении, пусть и не семимильные, как хотелось бы, но, тем не менее, помогут сдвинуть ситуацию с пьяной точки. Заведение, где площадь торгового зала, именно торгового зала, не всего заведения, именно торгового зала, меньше 20 квадратов, там не имеют права реализовать, например, тоже пиво. Мы на своем уровне это подняли до 38 квадратных метров. Единственная проблема, что данный закон не имеет обратной силы. То есть те люди, которые получили лицензию на открытие бара, лицензия, по-моему, действует, если мне не изменяет память, только 4-5 лет, то они, пока у них лицензия не кончится, будут осуществлять свою деятельность. Этот законопроект направлен в большей степени не на борьбу с алкоголизацией населения, этот законопроект направлен на борьбу с суммом в многоквартирных домах, где находятся эти бары, и, соответственно, на борьбу с загазанностью территории. Данный законопроект позволяет закрыть порядка 50 пивных точек только в краевом центре. А это значит, мест, куда забайкальская молодежь зайдет за кружкой пенного, станет меньше. Анжелика Понебрашина, Иван Дементьев, ЗАПТВ.